Итак, что же выводит из депрессии человек? Из депрессии выводит только смена парадигмы. Если помидорка решила дальше жить, вот как есть в той земле, в которую посадили, пройдет полтора года, она вся будет обсыпана помидорами, полтора месяца, она вся будет обсыпана помидорами и будет испытывать огромное счастье, и она забудет про то, что она в желании на той земле. Понимаете, да? Вот так устроен этот мир, это удивительно знать. Просто принятие реальности, вот согласиться с тем, что произошло. Человек не может забыть человека, он думает, с другими людьми я не буду счастлив. Надо перешагнуть через эту мысль, надо идти дальше в жизнь, не бояться, и тогда все станет по-другому, и вы потом поймете, что на самом деле тот человек, которым вы так сильно парились и думали о нем, он вам и не подходит совсем. Вот если бы он подходил, жизнь бы вас вместе и оставила. Ну, раз так получилось, значит так надо. Это нормально все. Вы же живете, развиваете, все меняется. Конечно, лучше было бы сохранить отношения, но не сохранились, ничего страшного. Теперь вы скажете, я сделал аборт. Ну, раскаетесь и живите дальше, все будет хорошо. Мы сделали кучу грехов просто в этих жизнях, понимаете, кучу ошибок. Надо просто раскаиваться, жить дальше и побеждать в судьбу. Я видел разные случаи, которые вам даже в голову не придут вообще. Один раз один мужчина сел передо мной на консультацию, говорит, Олег Геннадьевич, вот так он прям говорит, что вы мне можете сказать? Смотрится на глаза, у меня холодный пот такой, холодное чувство от человека. Ну, я так деликатно ему говорю, мне кажется, что в прошлой жизни вы убили человека. И поэтому в этой жизни вам Бог дал испытание определенное. Он посмотрел на меня, говорит, Олег Геннадьевич, я уже в этой жизни много человек поубивал. У меня такой, опа, такой, я такой, у меня дыхание такое, знаете, как будто смерть передо мной сама сидит. Он смотрит такой на меня, такой, я уже в этой жизни поубивал, Олег Геннадьевич. Он такой, я думаю, что он от меня хочет? Оказывается, этот человек, он раскаялся, понимаете? Но это все равно ничего не меняет. И дальше очень жуткие испытания в жизни он получил, понимаете, за то, что он это сделал все. Был наемным убийцей. Вот. И, понимаете, его никто не поймал, никто не посадил. Понимаете, то есть Бог ему дал возможности все, потому что он был таким человеком. То есть он был готов измениться, раскаяться. И вот он всю жизнь теперь молится, раскается за свои грехи. И этот человек обладает сейчас колоссальными качествами личности, понимаете? Для Бога все одинаковые. То есть этот человек хоть и выглядит страшно, у него там осадочек остался в сердце от его поступков, но он, понимаете, он другой уже человек, не тот, который вот так выглядит. Иногда даже в следующую жизнь переходят вот эти все поступки человека. Но все равно от этого ничего не меняется. Я разок в лиге сижу, на первом ряду сидит мужчина такой, смотрит на меня. Я сижу, как бы, я не могу поймать, то ли это спецслужбы, то ли он просто пришел меня прибить. Он смотрит, и у него просто, ну, злючит взгляд просто совершенно, просто злючит. Но он сидит, слушает лекции. Я три часа сидел, слушал, потом попал ко мне на консультацию. Ну, пришел меня спросить. И говорит, Олег Геннадьевич, говорит, у меня три вышек образования, у меня много друзей хороших. Но когда люди меня видят, они, говорят, страшно меня пугаются. Я не могу понять, почему. Я на себя в зеркало смотрю, все нормально, взгляд вроде. Понимаете, человек, когда на себя в зеркало смотрит, он же не смотрит на себя в зеркало, как он смотрит на людей. Потому что, когда он смотрит на себя в зеркало, он видит, что перед собой? Любовь к себе. А когда он смотрит на людей, люди что видят? Его судьбу, его поступки, понимаете? Если он в прошлой жизни там злые какие-то дела совершал, у него злые глаза, хотя он добрый человек, может быть, в этой жизни. Я ему все это объяснил, он был очень счастлив. Он понял, какой у него взгляд и почему. И он начал продолжать просто над собой работать, потому что он разумный человек. Понимаете, у нас нет такого, чтобы мы были наказаны навсегда, понимаете? Мы всегда имеем право на свою жизнь, на развитие. И вот очень важно понять выбор. Ну, иногда человек выбирает, что ему надо умереть там, или покаяние там, и делать ничего не имеет. Право, все, он плохой просто, и все. Это испытание тоже. Один человек встает такой посреди лекции, начинает говорить, вы в жизни сделали то, то, там. Ну, мои ошибки перечисляют какие-то. Что-то придумал, что-то правду сказал. Говорит, вы не имеете права читать лекции. Я говорю, а вы, это, вы, наверное, сам Господь пришли ко мне. Он говорит, я не Господь, но я вам говорю, вы не имеете права. Я говорю, если вы не Господь, вы не можете этого сказать. Потому что мне сказать, могу я читать лекции или нет, могут только две личности. Первая личность – это Господь, а вторая – мой наставник. Господь меня вдохновляет на это сердце, а мой наставник дал мне такие наставления, чтобы я всю жизнь давал людям знания. И он такой, я с этим не согласен. Я говорю, ну, это уже не моя проблема. Ну, то есть, он хотел меня сломать, понимаете, как личность. Чтоб я застеснялся и ушел со сцены навсегда. И потом сдох в тоске без своей деятельности, понимаете. Это не тот случай, не тот вариант. Я на такие штучки не поддаюсь. Или мужик уходит от женщины и говорит, я тебя не достоин, ты слишком хорошая. Бред. Ну, если слишком хорошая, так это же классно. Чего уходить-то? Наоборот, супер. Есть к чему стремиться.